Добрый день, Николай Андреевич. Рад видеть в студии Беларусь4. Добрый день. Ваш трудовой путь от участкового терапевта до начальника управления здравоохранения обл.исполкома в должности были более 10 лет. И депутата парламента, если говорить про пресловутый кадровый вопрос, кадровую безопасность отрасли. Здесь, как понимаю, две основные болевые точки. Недостаток специалистов в сельской местности, особенно в деревушках, и отток опытных специалистов за границу. Все верно? Если, допустим, сравнивать 2000 год и с 2019 годом, то мы имеем достаточно положительную динамику. В 2006 году, когда я приступил в должность начальника управления, этот показатель составлял не более 70%. На сегодняшний день этот процент укомплектованности медицинскими кадрами на селе составляет 96%. То есть мы видим достаточно положительную динамику. Смогли заинтересовать? Смогли заинтересовать, предоставить жилищные условия, заработную плату, другие виды мотивации. И это все способствовало тому, что мы достаточно имеем высокий процент укомплектованности медицинскими кадрами на селе. Более того, я хочу сказать, что на сегодняшний день правительством принимается ряд мероприятий и в части материального стимулирования, и в части увеличения набора медицинской обузы. Все это будет способствовать тому, что процент укомплектования кадрами действительно достигнет своего максимума. Говоря про заработную плату, в том числе ее повышение помогает удержать опытных здесь в стране? Да, все-таки заработная плата, плюс разные виды доплат, плюс заинтересованность в развитии молодых талантов, развитие специализированных высокотехнологичных видов медицинской помощи. Это все способствует тому, что действительно медицинские кадры заинтересованы работать в Республике Беларусь. До встречи познакомился с вашей биографией. Вы сами из небольшого Карменского района Гомельской области. В парламенте представляете интересы избирателей Будокошелевского округа. Это и Будокошелевский район, и Чечерский район. Какие еще? Это Ветковский район и часть Гомельского района. Достаточно большой кусок карты Гомельской области. Как оцениваете развитие медицины в этих населенных пунктах? Я хочу, пусть это будет не скромно, но на сегодняшний день действительно материально-техническая база, оснащение медицинским оборудованием, Чечерском, Будокошелевском, Ветковском районам, она на достаточно высоком уровне и соответствует тем объемам и того уровня оказания медицинской помощи, которая характерна для районного уровня. Конечно, есть проблемные вопросы в Гомельском районе, но я думаю, что на перспективу мы их постараемся решить. И сейчас, в процессе своей работы, как уже депутата Палаты представителей, нам удается разрешить те или иные проблемы. И в части развития материально-технической базы, и обеспечения медицинскими кадрами. В частности, в населенном пункте Теренича есть амбулатория врача общей практики и в процессе рабочего посещения данного населенного пункта ко мне обратились мои избиратели об отсутствии физиотерапевтического оборудования. Это оборудование было закуплено и поставлено в эту амбулаторию. Оснастили мы и больницу сестринского ухода, и амбулаторию при населенном пункте Большевик, который имеется на сегодняшний день. Есть и ряд других планов. Снова все-таки о проблемах, ведь если о них не говорить, развиваться очень сложно. Что считаете, как опытный врач, хроническими болезнями отрасли, а что сезонными? Вы знаете, сегодня много и в средствах массовой информации, и в высказываниях нашего населения звучит, что отрасль хронически больна, и нужно менять систему здравоохранения. То есть, если мы сегодня видим, что у нас присутствует государственная система здравоохранения, все ратуют на переход страховой медицины. Я бы, конечно, не торопился, ведь запустить этот механизм страховой медицины, он прост, и при желании, если население, это не сложно все сделать. Но я все-таки хотел бы, чтобы на сегодняшний день полностью реализовали систему государственной медицины, чтобы те заложенные моменты, которые присутствуют в государственной медицине, они были полностью реализованы. Сегодня государственная система здравоохранения предоставляет развитие частно-предпринимательской, и есть такое направление, как добровольное медицинское страхование. Вот использовать эти вещи, попробовать, а потом уже менять систему. И в целом я, конечно, не соглашусь, что отрасль хронически больна, но действительно есть хронически так наболевшие проблемы. Это, я бы все-таки, по моему, так сказать, опыту, это первичная медицинская помощь, это поликлиники, амбулатории. Вот в этом направлении нужно, конечно, работать, чтобы обеспечить доступность и качество медицинской помощи, чтобы более эффективно это звено работало на профилактическую составляющую. Вот над этой темой нужно поработать. Вы как врач, скажите, кому за рецептом, как шлифовать отрасль аккуратно, не теряя тот самый социальный ориентир? Ну, я так думаю, что мы должны работать в таком направлении, что и менять отношение пациентов к своему здоровью, а медицину менять по отношению к пациентам. Ведь на половину наше здоровье зависит от образа жизни. От образа жизни. И если мы сработаем вот в таком направлении, мы получим результат, и не нужно будет ходить за рецептом. Николай Андреевич, спасибо за это интервью, успехов в Дзилахе. Спасибо. И до встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok